Ласточки, обитель в тишине ночной, как корабль над морем на волне крутой. Александра Грина, чудная страна, вдохновение дарит море и луна. Необычный урок истории прошел в 14-й средней общеобразовательной школе в Павшинской пойме в честь 10-й годовщины возвращения Республики Крым в состав Российской Федерации, которая отмечалась 18 марта. Особенность урока в том, что мы готовили урок совместно с детьми. То есть ученики седьмого класса принимали в подготовке урока активное участие. Собственно говоря, они будут и, ну скажем так, основными ведущими данного мероприятия. Мы стараемся в рамках и уроков истории, и в рамках воспитательной работы, конечно, все самые важные и самые значимые события истории России, конечно-таки, освещать. И максимально стараемся привлекать учеников, старшеклассников. Это и совет старшеклассников, и юнормейский отряд. И тем более, что у нас ребят с большим удовольствием всегда в таких мероприятиях принимают участие. Несмотря на то, что Василиса увлекается химией и биологией, а Ольга – литературой и общество знанием, их объединяет любовь к родной истории, а также желание самим побывать в Крыму и увидеть уникальные места полуострова, о которых ребята говорили на уроке после того, как каждый из учащихся поделился тем, что для него значит «Родина». Для меня «Родина» – это дом, где можно чувствовать себя спокойно, ни о чем не переживать. Для меня «Родина» – это моя семья, родная страна и друзья. Для меня «Родина» – это поля, луга, деревня, потому что у меня есть воспоминания, ассоциации с этими вещами. А также семья, родня, близкие мне люди. Мы вообще активистки, мы очень часто принимаем участие в разных мероприятиях. Мы были орлятами России, мы состоим в Совете старшеклассников уже. И нам нравится рассказывать молодому поколению о России, о каких-то праздниках, о мероприятиях. Школьники вспомнили историю появления первых поселений на полуострове, крещение великого князя Владимира в Корсуне, как тогда назывался Херсонес, первое принятие Крыма в состав Российской империи указом Екатерины II в 1783 году, героическую оборону Севастополя в годы Великой Отечественной войны и возвращение полуострова в состав нашей страны после референдума 2014 года. Презентация самых красивых и знаменитых исторических объектов и городов, расположенных в Крыму, стала визуальным подтверждением необычайной красоты полуострова.